Как мы сказали, то, что мы переназываем мантра, это помогает человеку очистить сердце, успокоить ум от внутренних проблем. Проблемы бывают трех видов у людей. Внешние проблемы от климата, например, могут быть. Зимой холодно, летом жарко, землетрясения, дожди, какие-то внешние условия. Также могут быть от других живых существ, другой вид страданий. Например, насекомые летом. Или другие живые существа, как люди или животные, могут быть агрессивными, ссориться или доставлять боль друг другу. Тоже вид страдания. И третий вид страдания, когда человек страдает от собственного тела и ума, от болезней, от беспокойства в уме, от психических расстройств. Это самый серьезный вид страданий, внутренний. Любая перемена тела доставляет нам какие-то страдания, например. Мы, особенно человек, который проживает жизнь опытный, он знает это, что мы проходим через несколько этапов в своей жизни. И так, сначала мы маленькие рождаемся, потом тело растет, потом мы созреваем, юношеский возраст, потом созреваем, потом тело начинает постепенно увядать. И постепенно люди умирают один за другим, новое поколение рождается, так это происходит в жизни. И желания в соответствии с телом меняются так же. В детстве мы хорошо помним, что мы делали. Что мы любили делать в детстве? Играть, бегать, это самое главное, мы наблюдаем. Это нам было так же не чуждо. Но посмотрите, наши желания изменились. Когда мы стали юношами, наши желания сменились, потому что нас привлекали девушки или юноши. Это была пора влюбленности. Влюбленности – это очень сильные чувства, большие надежды на счастье, розовый мир. Мы только что выходим в жизнь, закончив школу, например, становимся самостоятельными. И мы находимся под впечатлением жизни совершенно другое. Это впечатление жизни от тела. Тело процветает в это время. Тело красивое, умное, привлекательное, здоровое. И такие же наши мечты на будущее. Жизнь прекрасна, мы думаем. Так в восклицательный знак молодой человек ходит. Жизнь прекрасна, говорится. Ну а затем он женится. Следующий этап жизни. У него появляются дети. И он уже знает, что не только влюбляться, но нужно выполнять свой долг, воспитывать детей, давать им образование. И тело меняется его, он становится серьезным, он начинает работать, что-то делать полезное в обществе, заботиться о будущем. В конце концов, дети вырастают, они уходят от родителей, как правило. Они хотят быть независимыми. И человек думает о своих детях, всегда думает о них, никогда не может забыть. Это еще один этап жизни. В этом случае человек уходит как бы на пенсию, отдел, поскольку тело увядает, он не должен уже больше работать. В это время он вспоминает свою молодость, смотрит на молодежь, сравнивает свою молодость с те времена, с этими временами. И в это время у него есть большой опыт жизни, и он может понять вещи, какие они есть на самом деле. Имея опыт жизни, что правильно, что неправильно. Когда молодежь что-то делает плохое, он знает, что это будет в будущем. И он говорит, это плохо. Такого раньше не было, когда мы были. И даже мне еще не так много лет, но я уже знаю, что даже этот промежуток времени, вижу, есть деградация в молодом поколении. И с опытом жизни можем наблюдать, что молодежь может пойти не тем путем, которым нужно, но что есть опыт. И в конце концов, в последние этапы своей жизни человек должен сконцентрироваться на том, что он успел сделать в жизни полезного для всех. И подготовиться к следующему этапу. Как говорится в этой книге, я принес эту книгу, она написана на санскрите ей 5000 лет, еще до библейских времен. Я был четыре раза в Индии, изучал эту культуру Индии. Это книга оттуда, поскольку остаток этой культуры, ведической, остался именно в Индии. Она сейчас сократилась до размеров Индии, все остальные места стали называться по-другому, освоились западными людьми, другая немножко культура развивалась. Здесь уже больше христианская культура, где-то мусульманская культура. Но изначально, вот это знание было с самого начала, еще 5000 лет назад, до еще появления других культур. Также и русская культура, она сравнительно недавняя. И изначально Русь, она также основывалась на веде. Веда по-русски знания. Веда – это санскритское слово «веда». Ведать – значит знать. Это книга знания, то есть это первое священное писание, которое говорит о природе души, тела, кто такой Верховный, что такое материальный мир. Он также состоит из определенных законов. И в Веде говорится, что человек должен пройти через четыре этапа своей жизни, четыре этапа в жизни. И цель человеческой жизни – это самоосознание и познание Бога. Значит, я должен познать себя как духовное существо, познать, кто такой Бог. И в соответствии с этим определяется цель жизни. И так, с самого начала этой цели определяются еще младенческие годы. Ведические времена учили. Если жизнь человека длится сто лет, например, мы должны поделить ее на четыре части, четыре этапа. Каждый человек должен пройти через период обучения, это на санскрите называется брахмачари, ашрам. Ашрам – место, где идет обучение, называется. Брахмачари – перевести ученик. Он неженатый, это мальчик с пятилетнего возраста, до 20-25 лет. Это возраст для получения образования. Материальные науки и также духовные науки о самом себе включают сюда. Когда он получает образование, следующий этап называется грихаста ашрам. Грихаста означает домохозяин, тот, кто живет дома, имеет семью, детей, воспитывает уже их, поскольку он обучен, и также занимается полезным трудом в обществе. Это может быть любой полезный труд. Можно управлять, можно учить других, можно заниматься торговлей, можно работать простым физическим трудом. Любой полезный труд. И этот период занимает еще 25 лет. Следующие 25 лет, когда ему 50 лет, он как бы отходит от дел постепенно. Это пенсионный возраст, да, начинается с этого момента. Человек отходит от дел, поскольку молодежь уже приходит на эти места, новые силы приходят, дети уже взрослые, дочери выходят замуж, все получили образование. Тогда он берет свою жену с собой, идет по местам паломничества, путешествует. Места паломничества, где собираются святые люди, говорят о Душе и Боге, вот как, допустим, вы создали этот клуб. Это именно та самая потребность человеке общаться дальше, развивать, углублять свое духовное знание, поиски, снова прийти к какому-то радостному существованию. Ведь не так ли? Нам всем хочется веселиться, получать какие-то положительные эмоции в общении. Это у жизни уже ванна-праска, тот, кто удаляется от дел и углубляет духовное знание. И очень важно здесь общаться именно со святыми личностями, которые помогают нам углублять духовное знание. У нас есть опыт жизни большой, плюс духовное знание, это дает сильный эффект нравственности очень сильной. Огромный положительный эффект внутри человека, внутреннего мира. И последние 25 лет, если начиная с 75 до 100 лет, если мы так поделим ровно, может быть, не все доживут до 100 лет, но мы так делим на 4 части жизни человека, наступает период отречения полного, когда человек просто принимает саньясу. Саньяс означает полное отречение, он просто ходит пешком от двери к двери и всем говорит о Боге, напоминает. И он готовится к смерти и к возвращению обратно к Богу. И в соответствии с этим мы должны напомнить, что, например, в нынешнее время мы не проходим стадию правильного обучения, именно духовного обучения. С точки зрения материального обучения мы получаем хорошее образование, можем читать, писать, можем понимать физические законы, сейчас наука очень развита. Но с точки зрения духовного образования есть пробел. Например, я не был обучен в свое время духовному знанию. Наверняка вы тоже жили во времена атеизма. Но, скорее всего, так. И мы упустили как бы этот момент. И теперь необходимо как-то наверстывать упущенное, поскольку знание о душе – это единственное, что приводит человека на уровень на платформу счастья. Счастья и мира, процветания, поскольку на материальном уровне так много различий, они приводят к вражде иногда. И даже очень часто. Например, кто-то говорит, моя нация лучше, чем другая нация, русский лучше, чем, скажем, американец. А Гитлер сказал, что вот его арийская нация лучше, чем другие. Это дало ему повод напасть на другого человека и убивать его. Это разделение материальное. Материальное видение на основании тела. Поэтому давайте немного поговорим о душе. Что же такое душа? Душа не имеет материальных обозначений. Душа не русская, не американская, не индийская. Не следует думать, что речь здесь идет о индийской душе и Боге. Но Бог сам говорит, что любое мое слово, записанное в священных писаниях или сказанное так вслух, является законом для всех людей. Не какой-то одной нации. И у Бога может быть много имен. Например, в России мы знаем его как Христос. Это имя Бога. Или Егова. На Востоке я был недавно, в Средней Азии, там Аллах его называют. В Индии есть Рама, Дрисимха, Вараха, Кришна. Кришна, Христос, как мы выяснили, одно и то же имя даже. Одно и то же имя, только греческий вариант слова Кришна – Христос. И в корне это слово означает в изначальном, как Кришна, все привлекающие. И вот это главное обозначение Бога – все привлекающие. Бог – это необычное живое существо. Несомненно, это живое существо. И необходимо так устроить жизнь, чтобы это знание Бога раскрывалось нам все больше, больше и больше в течение жизни. Вся жизнь подчинена одной цели. И для этого люди собираются, чтобы говорить о Боге. Где двое, трое собираются со мной, там и я вместе с ними. Нужно знать, как вызвать присутствие Кришны или Христос, то же самое. Как ощутить его присутствие? Говорит Соведа, что он находится в сердце каждого живого существа, как сверхдуша. На санскрите сверхдуша называется параматма, пара – высший, атма – душа. Может быть, вы слышали слово махатма, махатма Ганди, а? Все слышали? Маха – великий, атма – душа. Это называется махатма – великая душа. Тот, кто познал себя и Бога, махатма называется. Тот, кто не знает ничего, это называется дура-атма. Даже переводить надо, это русский синоним есть. Санскриты и русский язык очень близки на самом деле, в корне, в изначальном. То есть есть глупые люди, которые ничего не знают о себе, думают о себе, как о теле только. И они разделяют свой, чужой, русский, нерусский, плохой, хороший, красивый, некрасивый, старый, молодой. Но душа, она вечно молода, говорится. Не требуется таких различий. Смотрите, в любом возрасте мы хотим веселиться, радоваться, это естественное свойство души. И душа, она имеет три свойства. Смотрите, это наука целая. Три свойства. Сад, чит, ананда. Сад означает вечность. Чит означает знание. И ананда – блаженство, счастье. Все, что мы ищем в жизни, это всего лишь эти три вещи. Каждый хочет жить как можно дольше вечно. Каждый хочет обладать знанием. Все учатся чему-то, всю жизнь учимся. И каждый ищет счастье. Откуда эти потребности у каждого человека, у каждого народа, у каждого живого существа? Это свойство духа. Любое живое существо является душой. Деревья, насекомые, животные, любые человеческие существа. 8 миллионов 400 тысяч форм жизни во Вселенной описывается. Веда – это вселенское знание. И это лишь различные машины, тела, в которых находится та же самая душа, живое существо. Размерами она описывается, как одна действительная кончика волоса. Мы делим кончик волоса на 100 частей. Эту частичку еще на 100 частей. Размер души. Атом. Располагается в области сердца, вот здесь. Она идет энергию работать в сердцу и обогащает кровь сознанием. Кровь распределяет сознание по всему телу. Я, мое сознание пронизывает все тело. Везде я. Здесь я. Здесь я. Я. Я чувствую себя везде. Это я распространяет себя. Смотрите, это я в течение жизни неизменно. Оно неизменно. Вы были маленькими, это были вы. Вы. Теперь ваше тело совершенно изменилось. Если сравните эти фотографии, другой человек не узнает. Тело изменилось полностью. Но вы говорите, это был я. И я себя помню в том теле. Вот я был таким тогда. Я бегал по улицам. Я делал то-то и то-то. Я прекрасно помню. В том теле я чувствовал это, хотел этого. И тела напоминают различные машины. Янтра на санскрите. Машина. Буквально. Смотрите, если я сяду на скоростной автомобиль, я могу быстро ехать по трассе. Если я сяду на велосипед, я не могу так быстро ездить. Если я сяду на экскаватор, это тоже машина. Но я могу только рыть траншеи на нем. Итак, в какой машине я нахожусь? 8 миллионов 400 тысяч типов тел. Среди них 400 тысяч человеческих, которые исключительно предназначены для самоосознания. Атхата Брахма Джиджиасух. Говорится, теперь в человеческой форме жизни наступило время вопросов. Спрашивай, говорится, об абсолютной истине. Любопытствуй о Боге. Спрашивай о Боге. Дается особый разум в человеческой жизни для того, чтобы познать себя и Бога. И в помощь человеку, это священное писание, не требуется для этого менять религию, менять положение в обществе, менять профессию. Не требуется уходить из семьи. И, как мы сказали, из четыре этапа развития ученичества, семейная жизнь, отход от дел и отречение. Не каждый может дойти до уровня отречения, но каждый может пройти школу обучения. Это необходимо. И жизнь — это лишь урок. И смерть — экзамен. Родившийся обязательно умрет, умерший обязательно родится, говорится. Душа вечна. Душа не может умереть. Смотрите, мы говорим, сознание неизменно. Тело меняется каждые семь лет. Значит, все клетки тела за семь лет полностью меняются, ученые говорят. Потому что я принимаю пищу, дышу воздухом. Идет обмен веществ, это известно науке. И я даже не замечаю этого, как происходит. Что мое «я» и тело — разные вещи. Например, я также начинаю стариться. Но я не замечаю этого, пока не посмотрю в зеркало. Потому что «я» и «тело» — это разные вещи. Я ничего не знаю, на самом деле, об этом теле. Я лишь ощущаю его. У меня, может быть, какая-то там болезнь. Я могу не знать об этом до некоторого времени, пока не появится боль. Я не знаю, что происходит в какой-то клетке моего тела. Я отстранен от тела, на самом деле. Так же, как в машине я еду, какая-то деталь ломается. И только когда ломается, я увижу это. Но так я не чувствую. Нет, я не знаю, что там происходит в этом теле. Я не это тело. Тело меняется всегда. Мое «я» остается прежним. Тот же самый. Поэтому, та же самая аналогия, момент смерти умирает только тело, меняется тело. Душа не меняется в момент смерти. Та же самая аналогия. Я просто наблюдаю свое детство, свою юность, свою старость, свою смерть и свое новое рождение. Этот цикл называется «Самсара» — перевоплощение круг замкнутых рождений и смертей души. Эти сведения есть в других религиях также, но не так научно обоснованы. Есть также научные примеры того, что люди помнят прошлые жизни. Может быть, кто-то из вас также помнит прошлую жизнь, я не знаю. Может быть, нет. Может быть, кто-то всерьез это не воспринимает. Но так или иначе, необходимо начать с процесса самоосознания. И процесс самоосознания в различные времена разный. Мы вкратце скажем, что Вселенная циклирует. Эти циклы времени называются юги. Юга в переводе значит «эпоха» — огромного количества времени. Сатя-юга, Трета-юга, Два-Пара-юга, Кали-юга — четыре юги. Так же, как есть четыре времени года. Или четыре времени суток. Есть также четыре времени Вселенной. Сатя-юга — золотой век, длится миллион восемьсот тысяч лет. Большое время уже такое времени. Нельзя проверить это. Это написано, опять же, в Веде. Сверхчеловеческое знание о Парушее нельзя проверить никак. Мы живем очень мало, чтобы проверить это. Трета-юга — серебряный век, миллион двести тысяч лет. Два Пара-юга — бронзовый век, примерно восемьсот тысяч лет. Сейчас Кали-юга — четыреста тридцать две тысячи лет. Двести лет длится. Короче, короче, чем другие юги. Этот век отличается тем, что наступает духовная деградация, утрачивается духовное знание постепенно. И на это место становится материальная наука. Но Сати-юга — это век праведности. А Кали-юга — это век раздоров, борьбы. Сейчас все борются. Смотрите. Даже в семье люди борются. Отцы и дети борются. Книга есть такая. Отцы и дети. Борьба отцов и детей. Муж и жена борются. Кто в доме хозяин? В собственном уме происходит борьба. Так делать или так делать. Все что-то борется. Кругом все борется. Сейчас много борьбы. Политики борются. И так нет мира даже на душе у одного человека. У каждого есть и плохие качества, и хорошие качества. И они борются друг с другом. И поэтому возникают трудности изнутри. Люди в основном ходят угрюмые, расстроенные. Им нужно собираться вместе, чтобы веселиться специально как-то. Они не испытывают уже радости просто на улице. Просто в виде людей. Сюда мы, допустим, приходим. И тут мы все здороваемся, улыбаемся. Приятная атмосфера. Но на улице совсем по-другому. В любой деревне на самом деле вот такая атмосфера. Вы приходите, там все здравствуйте. Все знакомятся с вами. Очень простая, открытая атмосфера. Но в городах обычно люди угрюмые, поскольку очень тяжело работают и мало получают денег, трудно поддерживать свое существование. Это длится годами, годами всю жизнь. И человек не получает никакой радости изнутри себя. Поэтому он пьет, интоксикации принимает очень усиленно после каждого рабочего дня, поскольку внутри он никак не удовлетворен, нет духовной радости. И чтобы открыть эту духовную радость, необходимо приблизиться к Богу. Оттуда это источник. Бог — источник всего. Источник счастья также. Где же мы найдем счастье? Где источник счастья нужно найти? Где, откуда оно исходит? И Бог абсолютно истинно описывается. Джанма, Ди, Я, Ся, И, Таха. То, из чего все исходит. И материальное, и духовное, и материальное счастье исходит от него. И духовное счастье также исходит от него. И в соответствии с этими йогами есть различные пути приближения к Богу, возвращения к Богу. Сатя-юга — это была медитационная йога. Наверное, вы слышали о йоге. Яма, Нияма, Асана, Пранаяма, Пратяхара, Тхарана, Тхяна, Самадхи — восьмиступенчатый процесс. Аштанга-йога называется. Я не буду ничего подробного об этом говорить. Это было в Сатя-югу процесс очень-очень трудный. В нынешние времена берут оттуда две или три, три-четыре максимум ступени. Но сделать их до конца так же трудно. Яма, Нияма, Асана, Пранаяма. Вот то, что сейчас делается в современных группах йоги для оздоровления тела. Но за оздоровлением тела идёт ещё дальше процесс, до полного осознания Бога в сердце. Это называется Самадхи — погружение, медитацию на сверхдушу. Сверхдуша располагается рядом с индивидуальной душой. Здесь же, вот такого размера. Если вы делаете вот так вот руку. Вот такого размера, вот здесь же. И увидеть её можно только через процесс медитации аштанга-йоги. Но это в Сатя-югу. И этот процесс очень долгий. В Сатя-югу люди жили сто тысяч лет. Век был сто тысяч лет. Совсем другие были измерения жизни. Одна благость была. Никакой вражды абсолютно. Век был поэтому очень долгий. Здоровье было абсолютно полное. В Кали-югу люди живут сто лет всего. Век. И каждый имеет две-три хронических болезни обязательно. А потом и больше. Поэтому трудно медитировать долго. Много беспокойства от тела исходит. В Третьей-югу этот метод уже неприменим для всех. И путь жертвоприношений. Имеется в виду. В ведические жертвоприношения нужно много топлёного масла, золотой посуды, огромное количество богатств нужно. Сейчас такие богатства на планете невозможно собрать даже для одного жертвоприношения. Столько золота не найдётся, наверное. Сейчас всё это золото в недрах земли глубоко. Поэтому в те времена это был другой путь приближения к Богу. В прошлую югу, два пара югу. Мы это узнаем ещё из Библии. Человек живёт тысячу лет его век. Сколько жил Адам? 900 лет? Описывается, да. Прошлая юга. Или начало этой юги. Так же люди жили дольше немного. И путь к Богу – храмовое поклонение. Очень много было храмов. На псалмы Давида, допустим, царя Соломона, они каждый день посещают храмы. И что они там делают? Воспевайте, говорится, святое имя, ибо оно сладостное. Да святится имя Твое. Вот что делали в храмах. И каждый человек в ту югу, в ту эпоху, приходя в храм, он мог общаться с Богом в храме через божества. Через божества. Люди были так духовно продвинуты. В то время, когда приходил Иисус Христос, это уже утрачивалось. Да, уже в храмы торговцы проникали. Уже люди не понимали там присутствия Бога. Уже эти люди, которые обладали богатством, просто для показухи это делали, высыпали туда серебро. Помните эту историю, когда в храме было очень много людей, и Христос пришел с учениками, там было много-много людей. И на алтарь богатые люди высыпали вот так серебро и золото из кошельков, показывая всем, как они любят Бога. Но Христос, Он отметил другую женщину, которая принесла какой-то медный пятачок и положила туда. И Он сказал, а она больше всех принесла туда. И ученики были очень удивлены, почему Он не обращает на этих людей, которые действительно много приносят. Но Христос сказал, а они от избытка Своего дают. А она последнее принесла. Что Он заметил искренность, большую искренность в человеке. Он сразу увидел это. Это нищая женщина, то, что у нее было, отдала, то, что было у нее Богу. Это храмовое поклонение. Сейчас очень трудно найти таких людей. Обычно люди идут в церковь, чтобы получить здоровье, деньги, наоборот, просят что-то у Бога. Но отдать очень трудно, поскольку, кажется, ничего нет у меня. Поэтому в Калиюгу в нынешний век даже это трудный процесс храмового поклонения. Мы зайдем сейчас в церковь и мы спросим, а где Бог? Не так ли? Мы уже не знаем, есть ли там Бог. Говорят, есть, но я не знаю, я не вижу. Сейчас другой метод. Для Калиюги дается метод воспевания святых имен. Любое святое имя можно воспевать. Мы воспеваем Харея Кришна, Харея Кришна, 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 Харея Харея. Харея Рама, Харея Рама, 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 Харея Харея. Это наиболее сильно действующее лекарство. То, что написано на этих бумажках, мы дали. Это мантра, маха-мантра, великая песня освобождения ума. Каждый человек может освободиться через эту вибрацию звука, внимательно слушая мантра медитации, то есть, другими словами, требует глубокого внимания и смиренного состояния ума. Нельзя сопротивляться святому имени. Нельзя критиковать то, что оно не русское или какое-то еще. Любое имя Бога, оно авторитетно. Не говоря уже об этом, которое дается священными писаниями, веды, изначального знания. Но можно также повторять Иисусову молитву. Это дело как бы привычки. Если есть какие-то традиции сильные, христианские, не стоит их бросать, можно воспевать святое имя, но нужно отнестись к этому серьезно также к процессу. И очень хорошо для развития духовного знания стать вегетарианцами, отказаться от всех интоксикаций, азартных и денежных махинаций и от прелюбодеяния, незаконного секса. Это обычные религиозные заповеди, запреты, для того, чтобы человек мог беспрепятственно продвигаться в духовной жизни и достичь высшего сознания. Это сознание Прабхупада назвал как сознание Кришны. Когда человек осознает Бога, то есть вокруг себя, внутри себя, вне себя, он начинает сознавать его присутствие, что он присутствует здесь, Бог, Кришна, сознание Кришны. Прабхупада прокомментировал эти книги, эти ведические писания, уже будучи преклонном возрасте. В 70 лет он покинул Индию, хотя никогда не покидал ее до этого, и уехал проповедовать в Америку. В Америку. Представьте, 70-летний садху, он жил в святой Дхаме, в святом месте. Повторял святые имена. Он был реализован личностью полностью. Вдруг он сменил это место, поскольку ему духовный учитель попросил об этом, чтобы он проповедовал и печатал книги. На английском языке, для других людей. Это знание считалось утраченным, хотя были и другие религии, но любовь к Богу фактически была уже утрачена. Это было время безбожия, атеизма, хотя формально религии существуют и до сих пор, но любовь к Богу пришла в упадок. Поэтому он пришел, чтобы объяснить эту науку любви к Богу. То есть до сих пор не было науки духовной. Никто не мог объяснить душу, не говоря, чтобы увидеть ее. Так же и о Боге. И вот этот пожилой индийский садху, он выехал, так же был в России в 1971 году, всего три дня, в условиях слежки КГБ. В то время это сразу же преследовалось, очень серьезно преследовалось. И мы пережили немного тех времен старых, также были тюрьмы. Некоторые погибли там в тюрьмах, но это уже в прошлом, сейчас другая эпоха. Но мы также видим, что в обществе основная проблема принятия — это либо национальные какие-то мотивы, либо дурные привычки. Национальные мотивы говорят, что это не мой Бог, хотя Бог один. Нельзя сказать, что это не мой Бог. Речь идет о том же самом Боге. И дурные привычки привязаны к греховной деятельности, также затрудняют. Но в целом, когда мы объясняем различные философские моменты этого знания, и так же сравним их с жизнью, люди принимают это, поскольку это очень практично и хорошо. Сюда входят также знания о семейной жизни, знания о воспитании детей. Аюрведа — ведическая медицина, она очень могущественна. Также есть Тхан-Урведа — военное искусство, искусство управления государством. Астрология, астрономия, математика ведическая. То есть все, что необходимо, есть в ведах. И если люди обратятся снова к общению со святыми личностями, вот есть книга Прабхупада, его жизни, есть записки его, лекции, бесед. Если обратиться к этому, можно получить океан знания, огромное количество знаний, которые совершают революцию в сознании человека. Взгляд на мир, глаза садху святой личности. Не глазами Карла Маркса, допустим, или Фридриха Энгельса. Это были лишь мирские ученые, политики и философы. А глазами садху, вот что не хватает сейчас, глазами святой личности увидеть мир правильно, через сознание Бога. И автоматически наладится и мир, и счастье, и любовь, снова придут к нам. И нам нетрудно будет ощущать это счастье, и мир, и спокойствие. И каждый человек может прогрессировать, и мы увидим, что уже молодежь не будет привлекаться интоксикациями, или проституцией. У нас не будет такой тяжести и беспокой за собственных детей. Смотрите сейчас, 80% наркоманов, я был в Уфе недавно, меня даже пригласили в Верховный Совет Башкирской Республики, поскольку они нам предложили именно взяться за наркоманов. Они говорили, что мы слышали, что у вас очень хорошее эффективное средство в отличении людей от их дурных привычек. Вот эта Харе Кришна мантра действительно такова. Если вы согласитесь, в конце мы попоём. У вас хорошие голоса, здорово поёте. И так или иначе, они предложили нам заниматься наркоманами. И уже идёт эта работа, приходят люди, это помогает им. Безусловно, всё зависит от желания. Не так, что это по мовенению волшебной палочки, всё приходит так дёшево. Нет, действительно, человек должен развить желание, познать себя, мир, Бога. Но это приносит ему неограниченное, огромное счастье. И когда он чувствует это счастье, зачем же ему эти низменные удовольствия? Таким образом, можно быть спокойным за будущее поколение, если наши дети и внуки будут общаться со святыми людьми, мы будем спокойны за них. Но если они будут общаться с другими негодяями, мы сразу же приходим в беспокойство. С кем поведёшься, от того и наберёшься. Поэтому Прабхупада говорил, в обществе должно быть хотя бы немного святых. Но сейчас такая поговорка, святых нет. Не верьте этому. Есть святые люди. Святой человек, который соблюдает все заповеди. У нас их четыре. И мы очень строго следуем этому. Отказ от мяса, рыбы и из полностью. Это наша жизнь. От всех интоксикаций, даже чай, кофе мы не принимаем. Не говоря об алкоголе, табаке, наркотиках. Азартные игры, денежные махинации. Нельзя никакой чёрный бизнес и прочие вещи. И незаконный секс. У нас очень строго. Даже в браке, только для зачатия детей. Практически это всё отсутствует. Это наша суровая, аскетичная жизнь. Но я живу такой жизнью уже 10 лет. И не испытываю никаких проблем. Почему? Потому что вкус к святому имени развивается с огромной скоростью при такой жизни и духовном желании. И 10 лет прошло, и меня не привлекают все эти материальные удовольствия теперь. Я совершенно спокойно к ним отношусь. И в старости, я знаю, мне будет ещё легче. Поскольку будет больше опыта. И чувства не будут такие сильные, как молодости. И глупые. Молодость сильна, активна и глупа. В этом и недостаток. Старость, хотя и слаба, она очень мудра. И я знаю, что в старости меня будет ждать успех. Потому что успех уже сейчас приходит. Просто нет необходимости в этих беспокойствах. В этой пивной промышленности водочной. В плантациях табака. В убийстве животных на бойнях. 80% урожая в Америке зернобобовых пшениц. Отдаётся скоту, чтобы вырастить мясо. И говорят, проблема голода. Один бифштекс для одного человека или 40 человек пшеничной кашей накормить. Вот, нужно выбрать. Где же голод? Вот, искусственно созданные проблемы. В природе не бывает голода. Посмотрите. В лесу не бывает голода. Даже маленького муравья невозможно найти, чтобы он умирал с голоду где-нибудь под деревом. Так всё сбалансировано. Все получают свою пищу. Но люди из-за своей жадности нарушают законы Бога. И возникает проблема. Голода, например. У кого-то много, у кого-то, значит, не хватит. Говорится в этой книге, что каждый должен брать ровно столько, сколько ему необходимо для жизни, и не больше. Иначе он будет вором. Он должен знать, что всё принадлежит Богу. И брать себе ровно столько, сколько ему необходимо для жизни. Поэтому нельзя накапливать до бесконечности. Это знание для всех людей. Для каждого человека. И оно сводится к тому, что человек должен просто научиться контролировать чувства, чтобы не быть жадным, не поддаваться гневу, вожделению, похоти и жадности. И эту школу каждый человек проходит рано или поздно. Необходимо научиться контролировать чувства и проявить свой человеческий настоящий разум. И тогда он поднимается на эту высокую платформу. Но современный мир, современная цивилизация, она взвалила на человека столько, много обязанностей ненужных, что он просто устает под тяжестью этого. Но если ему предложить отдать это всё, он не согласится. Он не согласится. Как этот пример есть с одной старухой, которая пошла в лес, и дровосектор убил дрова и дал ей. То есть собрал для неё хворост, вязанку хвороста. Она пришла туда за хворостом. И он положил ей наголу этот хворост, вязанку, чтобы она понесла домой. Сам она была довольно слаба, чтобы поднять всю эту вязанку. Но дровосеки положили ей наголу, она пошла домой. Она шла через лес одна. И когда стала смеркаться, она споткнулась в какую-то корягу и упала, и уронила всё это. Она стала причитать и жаловаться на судьбу, и обращаться к Богу. О, Боже, помоги мне, пожалуйста. Я в таком жалком положении. Что я теперь буду тут делать в лесу с этой вязанкой? Не могу её даже поднять. И так она плакала. И Бог пришёл перед ней. Ну, что ты хочешь? Говорит, я услышал твои молитвы, и я пришёл к тебе. Говори, что ты хочешь. И перед ней прямо Бог находился. Она говорит, да, 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 очень хорошо, что ты пришёл. Положи мне эту вязанку на голову снова. Даже когда Бог приходит, мы всё пытаемся наше желание удовлетворить. Но на самом деле мы можем быть более счастливы, чем просто в этих жалких условиях пытаться выжить, сэкономить деньги, что-то купить, следить, как конкурс доллара завтра не упадёт. А кто к власти придёт? Не фашисты ли? Это уже случается на самом деле. Или и так беспокойство только усиливается. Но в сознании Бога, это и пословица русская, как у Христа за пазухой. Это для того человека, кто полностью предаётся Богу. Здесь в Бхагавадгите говорится, что в какой степени человек предаётся мне, а Кришна говорит, в такой степени я вознаграждаю его. Всё зависит от нашей преданности Богу. И в течение жизни ему можно развить эти качества. И сделать очень много полезного, передать это знание своим детям, своим внукам. Да, я долго не буду говорить. Да, ещё будут вопросы, в конце у нас будут угощения. Мы хотели просто представить эту культуру, вот как она есть непосредственно от нас, от представителей. Ещё говорить, да? Может быть, поближе сесть вам, да. Тут нет микрофона. И невозможно голос так громко сделать. Александр Михайлович, говорите, только за семья, я прошу вас пройти от кресла. В конце плохо слышно тоже? Нет, такой человек. Нужно было посадить его поближе, но что же. Я же прошу его пройти в кресло, он плохо слышит. Пройдите, Александр Михайлович. Кресло пройдите, говорите. Никуда я сейчас не пойму. Да, уже почти целый час говорим. Так, все успокоились, не обращая внимания. Так, Бога не верит в это? Не почитаете? Не знаю ничего. Вот давайте почитаем, помолчите. Никто не доказал. Так, потом мы с вами подиссерсируем. Хорошо, мы поговорим также о Боге немного. Действительно, мы понимаем, что могут быть сомнения на этот счет. А прошу успокоиться, потом будете обменивать сомнениями. Все, все тишина. Потом будут вопросы, да? Действительно, мы знаем, что это требует некоторых доказательств. Какие доказательства можно представить существование Бога? Если мы говорим о науке, то в этом случае нужно опереться на логику. Это единственное средство, которое остается нам сейчас. Поскольку никто не может сказать, вот он Бог, посмотрите. Никто не может привести его сюда против его желания. Это вопрос чистый, индивидуальный. Чистый, индивидуальный. Кто-то уже знает Бога и видит, кто-то остается в невежестве. Это зависит от человека, от его отношения к Богу. То есть Кришна сам объясняет Бога в Адгите, что люди могут глумиться над Ним, когда Он является в какой-то человеческой форме, допустим. У Него есть множество форм, множество посланников и сыновей. Посмотрите, Иисуса Христа распяли, всерьез не восприняли. Многих других пророков, проповедников тоже люди не могли понять, потому что не имели личного опыта духовной жизни. И то, что они говорили, им не нравилось с точки зрения политики, например. Вот если мы распространяем сознание Кришны, мы тоже встречаемся с такими препятствиями. Политикам, допустим, это не нужно. Они борются за русскую культуру просто сейчас. Возможно, они победят, может кто-то другой победит. Но у них совсем другие дела. Бизнесмены говорят, мне Бог не нужен, у меня много денег. У меня есть опыт проповеди разным людям. Но искренние люди все слушают. Любой искренний человек слушает. Это зависит от искренности человека. Конечно, нужна какая-то вера. Весь процесс начинается с веры. Маленькая, небольшая вера должна быть. Ну, разум сам говорит. Посмотрите, как мы принимаем что-то на веру. Любой момент. Вот я был в Индии четыре раза. Первый раз я приехал в Индию, я не был ни разу там. И я не знал, есть Индия или нет Индии, но я был уверен, что Индия существует. Откуда это было? По каким причинам? А есть всего несколько причин. Я это услышал от других. Первое. Кто-то был в Индии и рассказал мне. Другой. Учитель мог рассказать в школе об Индии и показать на карте. Другой момент. Я услышал от кого-то. Также у меня есть собственный разум. Я понимаю, что есть у других стран, а не только Россия. Просто собственный разум. Услышал, увидел. И также собственный разум. Также и о Боге. Мы читаем что-то из книг, как об Индии мы читаем из книг. Потом встречаемся с теми, кто слышал и видел. И есть собственный разум. Вот эти три вещи. И постепенно мы приобретаем настоящую веру. Как, например, если вы видите что-то за окном, например, а я не вижу. Я могу вас спросить, что там за окном. Вы будете смотреть и рассказывать. Там такой человек прошел, машина такая проехала. Что меня интересует, вы спросите. Нет, вот такого нет, что там. Я сам не вижу. Но поскольку вы видите, вы говорите, я получаю то же самое знание. Поэтому знание о Боге передается на слух от того, кто знает. По цепи ученической преемственности. И вам, парам, пара, праптам, имам, роджатшую, в виду, говорится в гите. По цепи ученической преемственности оно передавалось праведным царям, но постепенно было утрачено в этом материальном мире. И постепенно оно утрачивается и снова восстанавливается. Приходит кто-то и снова говорит, устанавливает какую-то религию, традицию. Но знание то же самое. Сознание Бога приходит иногда как христианство, иногда как мусульманство, иногда как сознание Кришны. Но нужно знать, что речь идет об одном и том же Боге с различных точек зрения. И также мы можем наблюдать окружающий мир и попытаться понять, откуда это. Каждый ученый задумывается об этом. Эйнштейн думал об этом. Откуда этот мир? Источник его? Это так и неизвестно. Говорят, большой взрыв. Но эта теория имеет много противоречий. А еще вопрос. Откуда жизнь? Это также интересует всех людей, ученых. Они до сих пор не знают этого. Но есть теория. Наверное, мы все знаем ее, эту теорию. Что жизнь — это сочетание химических алиментов. Да, какие-то химические вещества сочетаются, соединяются, и появляется живая клетка. Нас так учили в школе, например. Наверное, вы тоже знаете это. Это теория Дарвина. Отсюда исходит. Развитие живой клетки до человеческого вида. Но нет ни одного опытного подтверждения этому. Ведь наука не доказала это на практике. Поэтому это не является научным утверждением. Это лишь гипотеза. Гипотеза не принимается как наука. Наука означает, есть гипотеза, предположение, доказательство и подтверждение практическое. А где же подтверждение практическое, что жизнь произошла от сочетания химических веществ? Они не создали живую клетку. Ученые до сих пор. Более того, мы видим на практике, что жизнь появляется постоянно. Вот есть отец и мать, живые существа. Появляется живой ребенок. Очень просто. Никогда не появляется что-то из какой-то грязи. А от живого существа. Жизнь происходит из жизни. Жизнь непрерывная, постоянно. Жизнь производит химические вещества, а не химические вещества производит жизнь. Посадите семечко лимона в землю и поливайте его. И вырастет лимон, не так ли? Дерево. И даст плод лимон. Возьмите это количество лимонной кислоты. Откуда столько кислоты? Водой, которую вы поливали, там не было этой кислоты. В земле, там тоже не было столько лимонной кислоты. Откуда столько лимонной кислоты в лимоне? Из воды и из земли? Попробуйте это сделать каким-то химическим путем, ничего не получится. Этот синтез опять тайна для ученых. Как это синтезировать из простых вещей? Если бы они научились синтезу, из воды можно было делать что угодно, из воздуха можно было делать что угодно, любые предметы. Нет. А живое существо в этом семечке лимона делает это. Делает лимонную кислоту сколько угодно. В одном маленьком семечке дерево, огромное дерево заложено. Посадите в землю, чудо произойдет, и просто полейте водой. Элементарно. Вырастет огромное дерево, тополь, например, семечки тополя. Если капусту бросить, капуста, качан вырастет. А морковка, морковка вырастет. Ученые сделали какую-нибудь ЭВМ, какую-нибудь схему такую электронную, которую можно так вот бросить в землю, поливая водой, и ЭВМ вырастает. Это фантастика на самом деле, но это происходит прямо на глазах. Никто не принимает этого расчета, что это уже происходит. Это не нужно открывать, это нужно просто понять, увидеть, что там находится просто душа. Вот нужно изучить эту душу. Она станет понятна, если я понимаю собственную душу. В этом случае я могу понять сердце любого человека. Войти в сердце любого человека с помощью доброты, с помощью искренности, чистоты. Можно познать сердце любого человека, любой нации, любого возраста. Поскольку любви открывается любое сердце, любви все возрасты покорные. Если мы научимся относиться с любовью, а с полной любовью можно только на духовной платформе все видеть, тогда мы сможем понять очень хорошо окружающих, самого себя. И плоды сознания Бога, сознания Кришны очень удивительны. Это очень не хватает в обществе, чтобы прекратить эту вражду, уменьшить ее. Это ложная концепция, что Бога никто не видел. Почему вы думаете, что Бога никто не видел? Если я не видел, значит Бога никто не видел? Почему я думаю только по себе? Я много чего не вижу, даже воздуха не видно. Но он существует. А есть еще более тонкие вещи, которые я не вижу. Например, есть ум. Как мы можем видеть ум? Только по внешним проявлениям. Поскольку человек будет действовать, мы будем смотреть, насколько он умен. По его внешним проявлениям, потому что он говорит, потому что он делает. Но сам ум я не могу увидеть. А есть еще более тонкий элемент — разум. Это уже только по внешним проявлениям. Душу тоже можно начать изучать по внешним проявлениям. В этом теле есть сознание. И вот это сознание — признак присутствия души. Я не вижу саму душу, она очень маленькая. Но поскольку есть сознание, значит есть душа. Сейчас мы посмотрим и скажем, на улице есть еще солнце, светит. Но мы не видим самого солнца. Почему мы уже думаем, что солнце в небе? Потому что светло на улице. Признак — свет. Есть свет, значит Солнце в небе. Есть сознание в теле, значит есть душа. Когда сознание нет душа, значит ушла, нет души. Тело сразу же превращается просто в куклу. Ее можно просто закопать в землю. Все. Там никого нет уже. Это просто химические вещества, они тут же распадаются. Оно всегда мертвое. Оно всегда из химических веществ. Что это такое? Это химические вещества. Можно все это исследовать. Я пользуюсь этой рукой, я ее показываю, например. Это я делаю. Это не рука делает сама. Я управляю этой рукой. Я хозяин этого тела. Вот это я, сознание, душа в теле. И вот эту природу души постичь очень трудно без практики. Но тот, кто повторяет внимательно святые имена, Хареи Кришна, Хареи Кришна, 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 Хареи Гаре, Хареи Рама, Хареи Рама, 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 Хареи Гаре, это знание открывается к нему изнутри. Прямо изнутри мы начинаем видеть эти вещи. Почему? Поскольку уменьшается привязанность к телу. Мы очень привязаны к телу. Это причина многих беспокойств и страхов. И главное, страх — это смерть. Если я осознаю себя как душу, страх смерти не присутствует больше, поскольку я не могу умереть. В Гите говорится, что точно так же, как человек сбрасывает старые одежды, одевает новые, вот точно так же душа сбрасывает старое тело и принимает новое. Со мной ничего не может случиться. Я лишь оставляю старое тело и принимаю новое тело. И наблюдаю это. Боль я чувствую от того, что мне придется уйти от своих родственников и своего окружения, оставить это тело. И вот это вызывает страх. Из-за привязанности к телу. Как только привязанность к телу уменьшается, страхи отсутствуют. Страхов больше нет. Хорошо, мы оставим время на вопросы. Достаточно информации. Потом вы еще посмотрите книги. Мы попьем напиток, чай какой-нибудь. У нас есть угощение. Сейчас, пожалуйста, задавайте вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, никаких вопросов нет? Нет. Так, пожалуйста. Вот это у нас там даже. Да, любые бусины. Вот 108 бусин нужно. Да, да. И 109-го это разделительное. Как отчет, да. Я беру первую бусину, вот, большими пальцами, вот этим средним. 109-м. Неуказательным. И чтобы занять мое сезонное, чтобы внимание мое улучшилось, я обращаю эту бусину, вот здесь, вот так вот просто, и повторяю вслух. Всю мантру. Горея Кришна, горея Кришна. Выступаете рано утром, вы можете ходить. Или стоя повторять. Важно сохранить внимание. Поэтому выберите, как вам легче, какой асане легче вам это делать. Когда идет Киртана, можно ходить, танцевать, прыгать, кружиться, играть в ручейки, все что угодно делать. И вот еще я поняла, что вы говорите. Но разные мотивы тоже хорошо, вот не засыпаешь. И монотонность, когда меняешь, тоже это хорошо. Это хорошо. Ты приходит немножко, повторяй, немножко слушай, не так громко. Нет, я чуть-чуть на улице не беру. Это я уже спокойно, на хоромке дома. На посидении, если нам едут, все, все, все. Еще вопросы? Разрешите? Скажите, пожалуйста. Это было трудно сразу, так долго концентрироваться и вслушать. Но потом, когда я стал повторять его округа, три округа, я стал чувствовать нечто необычное. Я думаю, вы так же это сможете узнать сами. Это меня сильно привлекло. Я сразу стал повторить восемь кругов. Вы не должны останавливаться, не отвлекаться на них, поскольку наши завистии дальше, дальше, дальше. Что бы ни приходило к вам, какое понимание, вы не должны останавливаться на нем, отвлекаться на них. освобождение, когда вы достигаете освобождения от рождения старости, болезни и смерти. Вы больше не рождаетесь на территории мире, чтобы умереть, снова рождаться. Вы получаете вечное тело. Сейчас у нас временное тело. Хотя я вечное существо, я обречен жить во временном теле. Это источник проблем. Когда-то это кончится все. И у меня возникает неприятность. Я все должен потерять когда-то. Но поскольку я вечное существо, я должен жить в вечном теле. Эта душа, маленькая частичка, она развивается в этой практике в тело, в духовное тело. В момент оставления этого тела, в момент смерти, просто... Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ПЕСНЯ Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Продолжение следует... Hare 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok